Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Христос рождается! Славите! Дорогие братья и сестры, невозможно представить нашу земную жизнь без радости в ней, ну и, конечно же, без радости вечной, той самой радости, которую обещан нам свыше, хотя она знает и немалые печали на своем пути. Вот Рождество Христово, которое мы светло встречаем вновь в этом году, уже Новом году, как раз победно несет всем, как вечное солнце правды, небесную отраду бытия, одно блаженное бессмертие, потерянное некогда по безумию нашими прародителями. И вот с Рождеством Христовым духовно возрождается новый человек, по Богу созданный, и ему открывается божественный Эдем уже навсегда. Славное Рождество Христово, которое мы всегда светло встречаем с вами и праздно-празднуем, никак не ветшает и не умирает в веках. Ну, так некоторые полагают, но оно удивительным образом живет, крепнет и растет в сознании христиан всего мира, как нечто вечное чудо в новой жизни, как событие из событий, коего еще не знала история человечества. С дивным воплощением Господа, Сына Божия, потрясшим все небесные ангельские силы, и все живое и дышащее, с его смиренным и кротким свисхождением на нашу бренную землю, совершилось что-то всемирное и непостижимое, духовное возрождение и светлое преображение целых стран и народов. В светоносную рождественскую ночь мы с вами вспоминаем событие, которое произошло в очень далекие времена и в далекой стране, но изменило весь ход человеческой истории. Две тысячи лет спустя мы собираемся вот в эту ночь, чтобы пережить то, что переживали тогда очень немногие люди, сама Пресвятая Богородица и еще несколько человек, в том числе и пастухи, которым ангел возвестил о рождении Бога Младенца. И вот они пришли поклониться ему, и волхвы, которые были путеводимы звездой, колыбели родившегося Бога Младенца Христа. «Торжествуйте вси, як у рай нам отверзися!» Поет сегодня для всех Матерь Церковь. Что же значит, какой здесь ближайший смысл для нас, немощных и грешных людей? Несомненно, Рождество Христово проливает нам иной свет веры, с коим пропадает печаль и уныние. Более того, страх смерти и сама смерть. И этот свет никак нельзя терять, его нельзя обесценивать, как случается в жизни, но только беречь его, жить им, как озаряющим путь к святой вечности. Снизойти так смиреннейшим образом с высоты божественной славы сыну Божию к падшему человечеству, обрекшему себя на вечную смерть, могла подвигнуть его только безмерная и всеблагая божественная любовь, его неизмеримое милосердие к нему. Вот с рождением своим по плоти Бог раскрыл себя для нас, как Отец Небесный и поведал всему миру свои примирные и богатые тайны божества в ответ на бесконечные его поиски, на ожидания и чаяния языков. С пришествием Христовым началась совершенно особая, неповторимая эра жизни. И вот на бренной земле, полная плача, чудом, воцарилась ничем и никем неодолимая Церковь Христова, как благодатное Царство Божие, устрояющее и обновляющее человеческий род. И никакие расстояния, ни время, даже самое огненное в соблазнах, не в силах стать помехой для спасительного входа в него. Как вечно само по себе добро, так насучат Святые Отцы Церкви, так и вечен тот, кто его творит. Нам, православным людям, важно и ценно внутренне понять и осознать, как бы измерить душой, силу и свет, невообразимое величие этого всемирного чуда Рождества Христова, почувствовать это величайшее и неоценимое благо жизни для нас, достойно, благодарно воспеть, подражая ангелам и всем святым непереходящую славу единородного от Отца Сына Божия и навечно сроднившегося с нами по плоти и выдворившегося в лучших его людях свой божественный мир. И вот щедро напоив, напитав жаждущую душу в этом мире самым драгоценным потоком своей божественной благодати, вот этим вечным дыханием жизни, чем исполна был исчерпан весь божественный замысел о нем, как о любезном для него создании. Нам с вами остается всячески живой верой внять этот необыкновенный Божий любви Христа Бога, жертвенно отдавший себя во имя спасения нашего от рабства и от ада злых духов, искренне и суновне выразить свое новое отношение к ней, как незабвенной святыне, взяв всецело в живой пример для себя, как сущий образец божественной силы жизни, что в корне изменит нас, наши испорченные нравы, от которых мы с вами все и страдаем. Путь христианский, наш праздник, становится праздником светлой, как душистый цветок любви и мира между нами. Пусть, что вполне будет соответствовать значению его. Вот сердечно поздравляю вас всех, без исключения с Великим Днем Рождества Христова. Поздравляем освящающим собою и новый для нас 2024 год. Не то ли это событие из событий нас духовно собирает, соединяет и прямо счастливит, приносит в наши дома чаемое благополучие и довольствие во всем, да укрепит и умножит нашей посильной вере, а наипаче доброй жизнью христианства нашим, нашу Церковь православную, болеющую о всех, кто населяет этот мир, а также и Отечество наше российское, сущее в бедах времени, да сохранит его Господь целостности в отраду неба и земли. Пусть же праздник Рождества Христова станет настоящим праздником нашей души, полной живой веры и любви, в чем вся суть нашего бытия. С нами Бог и здесь, и там в вечности. Какое же это счастье для всех нас! Ничего не должно кого-либо страшить в этой жизни, никакие испытующие нас внешние вещи и понятия, никакие соблазны, скорби и даже самые тяжкие, что всегда будет ниже, если ничто пред тем, что имеем. Вот что нам дает вера Христова. Она больше всего. Потерю веры считать самой большой катастрофой. Вот уже 1035 лет высияло на Святой Руси наше христианское крещение. Добрые плоды его нам не исчесть за всю эту великолепную историю. Так великой славе наш Господь Иисус Христос, сроднишився с нами в вечности. Поздравляем самым сердечным образом верных чад нашей Церкви, а также серьезно думающих и ищущих жизни, не исключая заблудших в ней, с неизвеченной отрадой и значением для всех этого великого дня, с добрым пожеланием отродшегося Христа Бога, совершенно новых, благодатных сил жизни для души, вещи бессмертной, дабы мир Божий, как вечное богатство, принесенное им свыше, не оставлял больше нас и наш истрадавшийся народ. Но вот неистощимо утешал и прямо духовно счастливил нас, перенося все невзгоды и горести земного жития, какие навлекаем мы сами на себя по нашему славодушию. Аминь. С вами был клирик Храма всех святых в земле русской просиящей священник Михаил Калинин. Спасибо всех, Господи!